МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда попадают души родственников умерших в физическом теле людей, знакомых родителей или родственников, есть ли у нас возможность встретить этих людей в следующих воплощениях? В физическом теле. Почему бы нет? Если вы кого-то слишком сильно любили, либо слишком сильно недовидели, поверьте, в следующей жизни вас опять столкнут. Если вы сильно очень кого-то любили, то у вас будет возможность эту любовь реализовать. Я имею в виду, что не сильно любили, а была, скажем так, сильная связь очень тонкая, потому что любить сильно нельзя. Может быть, для любви больше открыты. Любить больше или меньше нельзя. Вот если у вас была очень сильная связь на уровне любви, либо сильная связь на уровне ненависти, вас обязательно столкнут в следующей жизни. Будьте вы там братом, сестрой, другом, начальником, обязательно столкнут. И считается, наверное, в астрологии, вообще в мистике, что те люди, которые слишком сильно как бы друг друга любили, ненавидели, рождаются братьями или сестрами, близнецами. Все. То есть ты рождаешься с человеком, с которым биоэнергетическая связь, она очень сильная. Близнецы, они очень сильно на полевом уровне с друг другом связаны. Вот ты в прошлом жизни не хочешь человека уничтожить, а в этом жизни он практически такой же, как ты, на полевом уровне с тобой связан, и ты вынужден учиться с ним жить гармонично. Если ты его любил, ты была, ну, тонкая связь, вы будете реализовывать любовь на тонком уровне. Если у него была ненависть, вы будете учиться просто жить по-человечески и эту, скажем так, отрабатывать эту ненависть, это демоническое качество, соответственно. После смерти каждое существо попадает в тот лог, в ту полевую структуру Земли, которая у нас соответствует по уровню развития, ну и плюс по карме. Бывает, когда развитые души, но делали много ошибок, они попадают и в нижний астрал. То, что современная христианская церковь называет адом. В принципе, в книге Светлана Левашова очень-то хорошо написано, нигде, пока я так, ну, настолько подробно этого не видел. Я тоже читал эту книгу. Возможно, что-то написано еще в славянолийских ведах, но, к сожалению, я еще мало что прочитал. Исходя из уровня развития, человек попадает, соответственно, в тот лог. Во-первых, все, скажем так, если вы национально ориентированный человек, вы попадете в тот лог, где живут люди, например, с... у вас есть славяно-арийская ориентация, и вам это близко, и вы живете, вы эту культуру развиваете, то вы попадете в то место, где эти души после смерти находятся. То лог, то место. Там мест на самом деле достаточно много. Соответственно, если вы живете в японской культуре, предположим, вы попадете в то место, где они находятся. То есть от развития вашей души, от вашей кармы зависит, какое место вы попадете. Если возможность встретиться с вашими умершими, предположим, родителями, друзьями есть. И чем сильнее связь, тем это легче сделать, в принципе. Если у вас разные уровни развития, вы в разных локах, это будет сделать, конечно, сложно. То есть если он не захочет к вам упуститься, ваш лог, то вы вряд ли его увидите. Соответственно, если захочет, то увидите. Если вы одинакового уровня, то вы друг другу найдете, и вам это будет нужно. У Светлана Левашова это было как бы разграничено как бы нижним астралом, астралом и менталом. На самом деле этих областей побольше немножко. Подробно вам рассказать не могу. У меня личного опыта очень мало. То есть это было бы, наверное, нечестно вам пытаться что-то рассказывать. Есть прочительность интересных источников. И эти источники, в общем-то, все говорят о том, что, исходя из вашего уровня развития, сколько у вас наработано тонких тел, что вы в жизни делали, у вас появляется возможность попасть в более тонкое, интересное место, либо попасть в нижний астрал, где вас будут в жесткой форме чистить. Единственное, что, например, я немножко не согласен с идеей, которая прозвучала в книге Светлана Левашовой, что если вы попадаете в нижний астрал, то вы там можете умереть. То есть душа в нижнем астрале, я думаю, не умирает, но она может быть очень серьезно разрушена. То есть разрушена ровно настолько, что вы опять станете животным. Вот это, как я понимаю, может случиться. Если попав в нижний астрал, вы не осознаете своих ошибок и не стремитесь очиститься, то ваши оболочки будут разрушены настолько, что вы можете, скажем, потерять ваше человеческое обличие. То есть у вас пропадет возможность родиться в теле человека. Вы будете опять проходить животный цикл. Вот в это, я так понимаю, что в нижнем астрале в прямом смысле умереть нельзя. То есть душа там умереть не может. Структуру души, то есть право разобрать структуру души имеют право только очень тонкие сущности с очень большими полномочиями. Просто так в нижнем астрале и вам его не смогут разобрать просто. Сломать многие оболочки, это да. Сделать из вас животное, это да. Это может быть. По поводу того, куда вы падете после смерти, соответственно, то есть если вы не сможете реализоваться и уже самим не выбирать место для воплощения. То есть если вы падаете выше ментал, то вы можете жить там, как в существах более свободной и создавать вокруг себя окружающий мир. Попадаете в астрал, вы отдыхаете, отдыхаете в этом месте, как-то восстанавливаетесь и пользуетесь то, что вам дают, соответственно. Если вы падаете в нижний астрал, вы падаете в зону, где вы будете страдать и разрушаться на полевых уровнях. То есть будет разрушаться то, что ваша душа накапливала в течение, может быть, многих жизней. То есть попали в нижний астрал и потеряли опыт, совокупный опыт, например, тысячи жизней. То есть вы потеряли не тот опыт, который сохраняется в памяти души, а подайте опыт на полевом уровне. То есть теряете те оболочки, которые позволяют вам родиться человеком, например. То есть если вы человек, в общем-то, мудрый, например, практически все представители власти, все представители мировой корпорационной элиты, мировое правительство, они этот закон игнорируют. Ну, от глупости, конечно. Они думают, что вот они сейчас, у них есть миллиард, они делают, что хотят, они проживут, предположим, сто лет используя те или иные технологии. Как только они умирают, они попадают в нижний астрал, и то, что они урвались, они будут выплачивать. То есть выплачиваете на кармическом уровне, на биополевом уровне. То есть они сегодня пошиковали, они сегодня купались в бриллиантах, завтра они будут, сколько там, сколько тысяч лет жить в дерьме, и вероятность того, что их опять пустят человеческое тело, очень маленькая. То есть их место займут другие, скажем, души, которые склонны к паразитизму, которые не справились с этой войной, и стали на путь паразитизма. Многие из паразитов думают, что вот их дети, например, сегодня они миллиардеры, и сегодня их богатство, они этим всем наслаждаются. Потом говорят, это как их детям, и вроде как это их, и как бы осталось их, поскольку были их дети, но по сути, то, что они у кого-то украли, теми иными технологиями, то есть они передали другому вору. Да, генетически вор с вами связан, но он пройдет тот же самый опыт, и пойдет тот же самый, также нижний астрал, и также за это будет расплачиваться. То, что в этом мире вы кого-то украли, его все равно заберут. Я не хочу сказать, что у него вокруг себя не нужно создавать гармоничное материальное пространство. Нужно понимать, что существуют способы и существуют цели, не нужно путать способы с целью. Субтитры создавал DimaTorzok